Средневековая крепость Днестровский лиман, морские пляжи Затоки и лечебные грязи Сергеевки. Наш край – благодатное место для процветания туризма. Однако, общественники и сотрудник экономического отдела Белгороднестровского исполкома Сергей Квитковский считает, что в эту сферу вкладывается недостаточное количество средств. Говоря о концепции развития туризма, он упомянул специальную программу, которая, по его словам, не финансируется. Просили 120 тысяч, но ничего не получили. Выделились сначала 25, решением городского совета, а теперь за неимением средств. Так как мы участвуем в программе по туризму Украины, Румыния, Молдова сегодня, как партнеры, и наша доля там была 40 тысяч гривен, мы должны были дать, это 2 тысячи евро, наша доля в этой программе, как партнеры. То решили эти деньги, и 25, которые на туризм отдать, это очень важно, чтобы мы, как говорится, перед Европейским союзом не обозорились отдать свою долю туда. При этом в городе есть коммунальное предприятие Керман Туринвест. Правда, что именно удалось сделать его сотрудникам в этом году, к примеру, для привлечения туристов, остается непонятным. Такое мнение высказали предприниматели и общественники города. Они печатали там какие-то пакетики и проводили на День города какие-то мероприятия. Кто они? Какие и где? Керман Туринвест. Они приглашали и проводили мероприятия. Где? В городе. В каком? Было заседание из полкома, мы задали вопрос по этой идее. Было отвечено так, что 160 тысяч, которые заработала Керман Туринвест, планируется из этих денег, планировалось, что из этих денег будут выделены деньги на изготовление мебель, и на этом тема была. Туристические информационные центры в поселке Затока, которые помогали отдыхающим снять жилье и выбрать экскурсии, перестали действовать. На месте одного появилась аптека, рассказывает представитель центра Алексей Лисовский. Предприниматель был вынужден прекратить работать, в том числе и из-за непомерно высокой арендной платы, которая, по его словам, увеличивалась ежегодно. Валюшу изначально, в принципе, по моему бизнес-плану построили эти туристические информационные центры, должно было быть 5 штук, построили 2, 1 угробили на следующий год при перевозе там с места на место. И на следующий год, первый год, там было все красиво, социально, ну надо было аренду платить, ну как бы такая, именно социальная. После чего передали туристические информационные центры на Валан ЖКХ, и там уже начались проблемы с товарищем кучером, то есть каждый год открытие сопровождалось проблемами. Однако есть и позитивные моменты. Украина-румыно-молдовский проект набирает обороты. С его помощью к концу года откроется новый международный туристический маршрут. Он будет проходить через три города в Румынии, три молдовских населенных пункта и конечная точка в Белгороде-Днестровском. Разработчики проекта надеются с его помощью привлечь к нам иностранцев с инвестициями, да и просто желающих побывать в городе с многовековой историей. С этой же целью будут восстанавливать ротонду в парке Ленина. Сегодня мы хотим благоустроить эту ронду в парке Ленина. Я сейчас готовлю городское уголовное распоряжение, создадим комиссию нашу, специалистам, которые, посмотрим, что там можно изменить. Какую-то кругу, эту кругу, да, она у нас еще при Румынах строится, она немножко разрушается. Неплохо было бы на каждой улице установить таблички и указатели с ее названием. А также продолжить восстановление городских парков, считают участники Совета предпринимателей. Готовы ли они взяться за обустройство Белгорода-Днестровского, не сказали. Однако, решили на следующем заседании заслужить отчет коммунального предприятия Акерман Туринвест. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бесарабия ТВ.